Северокавказский молодежный образовательный форум «Каспий-2024» прошел в Дагестане. В закрытии участвовал глава региона Сергей Меликов. Руководитель республики ознакомился с аллеей проектов, представленной на форуме. Здесь охвачены самые разные направления, от добровольчества до военно-патриотического. Глава республики также пообщался с участниками. Подробности далее. На Каспийском побережье собралась самая талантливая и активная молодежь. Для участия в форуме в Дагестан прибыли участники из 50 регионов страны и даже зарубежья. Здесь они проходят обучение, занимаются добровольческой деятельностью, учатся оказывать первую помощь. У нас площадка волонтеров-медиков, на которой представлены направления донорства, первая помощь и санитарно-патриотическое направление. Первую помощь мы показываем на манекенах детям и проходящим. Площадки осмотрел Сергей Меликов. Молодежные стартапы, воркаут, а еще школа дронов. Ребята показали главе Дагестана, чему успели научиться. Руководитель республики посетил и площадку участников Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ребята приняли участие в федеральном этапе проекта в Волгограде. Задания были просты. Мы хотели победить, поэтому каждый день тренировались утром, вечером. Хотим обратно поехать, но теперь вернуться с победой. Сразу после прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с движением первых. В республике 202 тысячи участников движения. Активисты знакомятся с различными проектами, в их числе «Волшебный кувшин», «Театральная закулисья», «Первые в профессии». А в год семи реализуются такие проекты, как «Родные, любимые» и «Семейные команды». Очень важно, что в рамках программы форума дети вместе с родителями и наставниками смогли определить дальнейшие векторы для развития движения. Выделить потребности, предложить пути решения насущных вопросов. Неизменным, безусловно, должен оставаться его ключевой принцип. Именно дети, подростки, молодые люди – соавторы всех решений. И инициатива должна исходить именно от них. В день закрытия форума Сергей Меликов встретился с молодежью и ответил на интересующие ребят вопросы. Один из них – каково это быть главой Дагестана. Я скажу вам откровенно, для меня очень почетно и очень приятно на сегодняшний день возглавлять такой регион, как Дагестан. Таких регионов больше нет. У меня много коллег, 88 коллег у меня в Российской Федерации, 88 главсубъектов еще, кроме Дагестана. Но такого региона и такого субъекта, как Дагестан, нет ни у кого. Об этом еще Расул Гамзатов говорил. На площадке форума глава республики вручил сертификаты победителям грантового конкурса. Всего разыграно 13 грантов на общую сумму почти 7 миллионов рублей. В этот раз уже пятый раз получают грантовую поддержку. У нас из года в год меняются виды спорта, количество принимающих участие в регионах. Это спортивный проект, направленный на поощрение молодежи, которая занимается здоровым образом жизни, спортивной деятельностью. И в этот раз изменение проекта состоит в том, что у нас целевая аудитория теперь – это школьники и учащиеся СУЗОВ. «Каспий» объединяет. В этом году форум посетили более 500 человек. Они успели открыть для себя много нового и зарядиться положительными эмоциями. Джамиль Мутаева, Саид Кутиев, Джабраил Рабаданов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok